К приезду нашей съемочной группы выставка была почти готова. Оставались последние штрихи – наклеить имена юных творцов. Открытие экспозиции ребята ждут с нетерпением. Для кого-то она первая в жизни. Директор центра Петр Островерхов уверен, такие выставки детям необходимы. Ребенок приходит, он стремится, он видит, что кто-то делает, и он старается сделать это, может быть, даже более лучше, более качественно. Это как развитие детей. Это в любом случае нужно. Выставка у нас, вообще-то, она включительно до 13-го числа, а потом после этого у нас будет подведение итогов и награждение. Карине Мхитарян всего пять, но, несмотря на юный возраст, девочка успевает заниматься и живописью, и вокалом, а также ходит в театральный кружок. Все в центре мечта. На выставке представлены сразу две работы юной художницы. Карина очень талантливая девочка, да, ей на сегодняшний день пять лет, но она очень многого достигла. Можно сказать, что не хуже десятилетних детей, даже несмотря на то, что она только с сентября месяца ходит на занятия. Впрочем, в художественном кружке «Мир фантазий» есть и более юные воспитанники. Некоторым всего по 3-4 года. Работы самых маленьких детей мы представили на выставке пастелью. Использовали также декоративные предметы, и блестки, и клеем они пробовали, то есть разные техники. С более старшими детками мы рисовали более сложные работы, работы гуашью. А вот кружок декупажа «Необыкновенное чудо» посещают ребята постарше, от 10-12 лет. Их работы тоже представлены на выставке. Дети не только декорируют различные предметы в этой необычной технике, но и выжигают по дереву. Всего в центре работает 31 кружок. Их посещают более 400 человек. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ.